Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон» в студии Александра Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с певцом, солистом театра «Новая опера» имени Колобова Алексеем Татаринцевым. Алексей Татаринцев – оперный певец, солист театра «Новая опера» имени Колобова, заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания. Родился в Тамбовской области в 1981 году. После окончания школы поступил в Тамбовский государственный университет имени Державина на кафедру хорового дирижирования. Позже перевелся в Москву, где в 2006 году с отличием окончил Академию хорового искусства имени Попова. С 2008 года Алексей является солистом Московского театра «Новая опера» имени Колобова. В 2010 году дебютировал на сцене Большого театра в Москве, исполнив партию Яши в концертном исполнении оперы «Фенелона» «Вишневый сад». С тех пор Алексей неоднократно принимал участие в постановках Большого в качестве приглашенного солиста театра. Всего в арсенале певца около 20 оперных постановок, в которых он исполняет солирующие партии. Алексей Татаринцев является лауреатом различных международных конкурсов. Лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации опера «Мужская роль» за роль Ромео в спектакле «Ромео Джульетта» «Гуно». Алексей женат и воспитывает двоих детей. Алексей Татаринцев прямо сейчас в программе «Канон». В предыдущей программе. Я хотел петь. И у нас, представляете, в Тамбовской области нет вокального отделения. Сцена – это как такой естественный, нормальный, ну, в хорошем смысле раздражитель. Какой рецепт преодоления страха вот этого сценичного? Конечно, это молитва, безусловно. Царю небесный, очень наш. Это такие вот, как бы… Выручалочки. Выручалочки, которые помогают, слава Богу. Алексей, очень важно в жизни разглядеть талант. У вас, безусловно, Божий дар, ваш голос. Это уникальный по техническим возможностям и по своей красоте. И важно, как я вот сказал, разглядеть и в правильное русло направить свой талант, дарить людям прекрасное, нести Божий свет. И вот, на мой взгляд, вам это удается. Потому что даже святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл высоко ценят ваше творчество. Спасибо большое. Скажите, а какое место вера занимает в вашей жизни? Ведь вы же осознаете, что это Божий дар. Безусловно. Безусловно, что, во-первых, я должен сказать, что мне в какой-то степени повезло. Потому что, когда я поступил в Тамбовский университет, я впервые в жизни именно пел духовные произведения. Будь то «Всеночная Рахмайна», будь то произведение Чеснокова, Бортнянского. И это были прекрасные, они и есть прекрасные произведения, но просто к тому моменту я как бы не задумывался и не думал, что оказывается в церкви есть такая благодать. Потому что я как бы не воспитан был в церковной среде. И для меня, конечно, на тот момент моей жизни храм, церковь, это все было в каких-то печальных, грустных тонах. Потому что... Ну, не было примеров просто. Да, не было таких вот возможностей. То есть для меня была Пасха, Рождество, Крещение, такие вот главные праздники православные. Вот такие были. А вот то, что просто можно прийти в храм, помолиться, послушать духовную музыку, послушать стихиры, это, конечно же, очень для меня было открытием. Но больше всего было открытием, конечно же, безусловно, когда я перевелся в Москву. И мне повезло в жизни, что я стал работать в Сретенском хоре. И это было знакомство не только, ну, так сказать, внутри, как бы, коллектива. Это было знакомство, прежде всего, с церковной службой, с традицией, тем более, тем более, на тот момент храм возродился. И это было настолько вот вдохновенно. И такой коллектив, конечно, как Сретенский хор, это, безусловно, подарок, наверное, для каждого певца. Ну, и начинающего, в принципе. Потому что профессиональные, во-первых, там ребята работают, плюс вот эти монахи, читая вот эти службы, опыт присутствует, безусловно. И, конечно, мне повезло, что я там работал где-то в течение трех-четырех лет. И вот до сих пор я поддерживаю связь с Никоном, который регент хора, и с епископом Тихоном, который тоже, как бы, всячески поддерживает и благословляет на добрые дела. Конечно же, без веры никуда, потому что, я еще раз говорю, мне какой-то был случай, не помню, в театре. Я очень всегда стараюсь, даже при большом графике, который есть там в театре или там какие-то гастроли, я всегда стараюсь, ну, если есть возможность, безусловно, петь службу на Пасху или там на Рождество, вот какое-то вот есть у меня вот такое рвение. И я помню, что какой-то момент, не помню, то ли это было Рождество, то ли Пасха, ну, скорее всего, Пасха она была. Я пел спектакль в театре, а потом ночью поехал на службу. Уставший был, в общем, что-то вообще, ну, вообще, то есть какой-то был сложный спектакль, и захожу в храм, запах ладана, запах вот этого вот, как такого, какого-то таинства. Я захожу на клирос, ребята все, как бы, в предвкушении пасхальной службы. Я не знаю, что происходит в этот момент с организмом, но вот эти какие-то силы появляются, и вот этот Христос, Воскресе, вот эти песни, вот эти праздничные песнопения, конечно, они очень вдохновляют. И я вот после службы уже под утро уже с такими какими-то глазами выхожу в город, и как-то все хорошо становится на душе. И что касается, так сказать, такой чести, которой мне довелось петь на юбилей нашего Святейшего, мы просто, как бы, в 2008 году ездили, у нас был большой тур по Латинской Америке, тогда Святейший был митрополитом, и вот он, все храмы, которые были в Южной Америке, Латинской Америке, мы все пели песнопения, потом вечером были концерты, и, конечно, тоже была незабываемая поездка, потому что, вот, казалось бы, да, в Латинской Америке, в Кубе, там, в Чили, в Парагвай, мы, самая, наверное, знаменитая служба, наверное, или самая запоминающаяся служба была на горе Карковада, где статуя Иисуса Христа в Ри-де-Жанейро. Я помню, мы в 9 утра туда поднимались, были облака, начали петь, облака стали рассеиваться, и в 11 утра такое солнце было яркое, и мы, я помню, все обгорели, а вечером концерт, там, зонтики, слава Богу, повесили. Ну, это была, конечно, очень запоминающаяся служба, потому что, действительно, это, наверное, уникальный случай, что вот православный хор, православная служба была вот на этой горе, статуя Иисуса, там, с одной стороны, Тихий океан, с другой стороны, вот эта знаменитая Мароккана, Рио-де-Жанейро. И такие песнопения звучали. Да, это была очень интересная поездка, и вот как-то с тех пор у нас такие вот отношения душевные, я так считаю. Поддерживаете? Да, я так считаю, поэтому. Ну, и, естественно, я участвую в концертах в День славянской письменности, в патриарших чтениях, которые происходят, или там, рождественские, правильно, рождественские чтения, да, которые проходят. По возможности, конечно же, безусловно, я участвую, потому что это, будь то это русская народная песня, будь то это какая-то духовная песня, все равно это, как бы, связано с нашей культурной традицией и с теми истоками, которыми, как бы, мы все, у нас есть, в каждом из нас. Стал народ постепенно вот в это все, как бы, без всякого навязывания. Вот это то, что вот, как бы, очень важно, что потребность у людей возникает именно осознанно, то есть не говорят «иди», а вот именно осознанно. Ну, и потом, примеру даже в семье. Вы же сейчас являетесь примером, и наверняка дети ваши. Ну, я надеюсь, что я являюсь примером, хотя, конечно же... Как вы говорите, не обязательно навязывать, но своим собственным примером. Да, дети должны понимать, что почему ходят папа или мама в церковь, зачем они ходят, для чего мы свечки ставим, для чего мы молимся, почему мы читаем те или иные молитвы. Это тоже, как бы, нужно объяснять, и как бы у нас... Ну, я думаю, что мы, как бы, стараемся это сделать по возможности, безусловно. Я не говорю, что я идеальный папа или, там, идеальная мама, ну, бываю очень невыносимо и ужасен, но, тем не менее, как бы, есть какие-то важные вещи, которые ребенок должен знать. Ну, я так, по крайней мере, считаю. Либо потом он узнает, в любом случае он узнает, рано или поздно. А что касается детишек, вы папа-певец, мама-певица, планируете их направить в музыку? Или это уже их выбор? Понимаете, я считаю, что, безусловно, что мы, как бы, так или иначе, наши дети соприкасаются с оперным или, там, классическим искусством. Они регулярно ходят в театр, когда папа или мама работают. Безусловно, когда мама пела спектакль детский, есть спектакль «Кая Герда» в Большом театре. И дочка Виолетта, она участвовала в этом спектакле как меманс. Для нее это тоже, как бы, событие интересное в Большом театре, там, уже в 9 лет выступить. Это, конечно, очень серьезно. И тоже сын, который по-младшему, сейчас 6 лет, но тоже смотрит на сестру. То есть это у нас, как бы, как в сказке репка. Вот, поэтому, безусловно, они соприкасаются с искусством и смотрят. И мы, естественно, какие-то моменты иногда поем, у нас вся семья поет, будь то это семья жены. Потому что у жены папа был оперным певцом, мама оперная певица. И, как бы, такие, там были такие глубокие традиции Эмиду оперные. Вот, безусловно, это все присутствует. Но, и поэтому, наверное, чтобы они как-то в чем-то разбирались, важно, наверное, чтобы они хотя бы получили начальное, хотя бы, для начала, начальное музыкальное образование. А дальше, я считаю, что... Для общего развития. Да, но для общего развития, потому что я считаю, что музыка – это то искусство, которое никогда не повредит. Оно может быть в твоей жизни ежесекундно, ежеминутно. Как многие композиторы говорят, слушайте тишину, это тоже музыка. К сожалению, в нашем современном ритме мы теряем это часто. Ну, мы стараемся. Я не могу сказать, что мы прям теряем. Мне, может быть, повезло, что, как бы, я родился в деревне, в селе, да. Я, когда приезжаю на родину, я всегда стараюсь взять велосипед. Я в городе не катаюсь, но вот дома вот у себя на родине прям беру велосипед и уезжаю куда-нибудь на речку. Угу. Так у вас там, по-моему, недалеко усадьба. Ну, вот я хотел к этому все подвести, да. Здесь хорошо, здесь тишина, здесь нет людей. Там Бог да я. Мечта моя. Вот это, наверное, очень важно, чтобы побыть наедине с собой, наедине с природой. Потому что вот эти моменты, даже они, пусть там дня два, три, четыре, неважно, но даже час. Но вот побыть вот именно вот в этой дикой и в то же время девственной природе, потому что это очень дорогого стоит. И оно очень реально заряжает, вот когда приезжаешь вот в такой мегаполис, как Москва. И ты находишься, как, мне кажется, вот даже вот дети стремятся, вот когда мы поедем в деревню, когда мы поедем в деревню. Для них это очень важно, потому что, кажется, ну, Родина все-таки, наверное, это очень такой тот как раз момент, когда ты не задумываешься, плохо там или хорошо. Там всегда будет хорошо, потому что там твои корни, там твои родные, близкие там. И там ты родился всегда. Это очень важно. И слава Богу, что ты именно Ивановка, которая сыграла ключевую роль в творчестве Сергея Васильевича Рахманова. Куда, 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 куда вы удалились весны моей, злотые дни? Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит. В глубокой тьме таится он. Нет нужды про судьбы закон В аду ли я стрелой пронзенной Или мимо пролетит она Все благословенный день, забот В благословенный тьмы И приход Блеснется утром ученицы И заиграет яркий день А я, быть может, я гробницы Сойдешь таинственную сень И память юного поэта Поглотить медленное лето Забудет мир меня Но ты, ты, Ольга Скажи, придешь ли, дева красоты Слезу пролить Слезу пролить над ранней урной И думать Он меня любил Он мне единой Посвятил рассвет печальной жизни Бурной Ах, Ольга Ах, Ольга Я тебя любил Тебе единой Освятил Рассвет печальной жизни Слезу пролить над ранней урной Ах, Ольга Я тебя любил Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях солист театра «Новая опера» имени Колобова Алексей Татаринцев Алексей, давайте вернемся к вашей профессии Основной Театральной На современной театральной сцене очень часто режиссеры адаптируют классические постановки под современного зрителя Модернизируют их На ваш взгляд, такие эксперименты с классикой уместны вообще? Просто часто это вызывает споры в обществе Ну, понимаете, искусство такой жанр, и опера такой жанр Ну, вообще, в принципе, искусство это тот жанр, который тот или иной режиссер ищет Многие современные режиссеры делают порой абсурдные вещи Конечно же, должна быть какая-то определенная логика Потому что я знаю, что есть классические произведения Например, Евгений Онегин, где очень странная концепция режиссера Совсем все по-другому Например, в Германии, они очень любят вообще экспериментировать над оперой И там совсем очень все тяжело Это, конечно, с точки... Но нужно же оправдывать Ну, там даже вообще все не оправдано Есть режиссеры, которые, в принципе, все оправдывают И когда начинаешь работать вместе с маэстро, да И все понятно, понимаешь, почему тот герой так или иначе поступает Почему... И даже, в принципе, ну да, логично Оказывается, другой подтекст, я который не знал То есть он какие-то рамки раскрывает Более того, я хочу сказать, что немногие режиссеры знают музыку К сожалению И немногие даже знают, почему он так написал Потому что есть режиссеры, которые в разрез твоего пения Начинают какие-то делать мизанцены, которые крайне неудобны А есть режиссеры, которые, как, например, Юрий Александров Как Арно Бернар, которым я работал Они музыканты прежде всего Они знают все детали музыки Они знают, о чем речь Они знают, когда можно тебе делать Потому что, допустим, в том же «Ромео и Джульетте» Где есть сцены, батальные сцены с саблями, хихтованием И потом приходится петь очень драматическую сцену Где у меня первые две репетиции вообще все никак не пилось Потому что там высокая тесситура Нужно было... Дыхание устанавливать Дыхание устанавливать А здесь просто реальные такие сцены Прямо такие были живые сцены И потом вот как-то вот голову немножко включил Не сердцем в данном случае, а именно головой Здесь нужно было все это осмыслить Чтобы все правильно сделать И он подсказал пару каких-то моментов, которые нужно Не делай того, зачем ты это все через себя пропускаешь Это же театр, нужно показать Ты просто какие-то... Есть какие-то моменты, когда нам кажется, что вот Вот смотришь на актера, а за счет чего он такая пластика А он в принципе ничего не делал, потому что это все мастерство И вот это как бы в момент репетиции, в момент этих занятий Безусловно... Нужно соблюдать баланс Да, во-первых, баланс Режиссер, актер и зритель Да, безусловно Но бывает так, что даже если тебе что-то понятно Концепция режиссера И оно идет в принципе вразрез с либретто и музыкой Ну тебе понятно, тебе интересно работать Но зрители этого не понимают Ну вот я об этом говорю, нужно чувствовать Вот, но здесь вот понимаете Здесь такая... Кто-то понимает У нас сейчас такие критики, что Одни пишут Как это гениально, другие Как это ужасно Кого слушать, кому... Я считаю, что здесь, наверное, важно Самому пойти Самому посмотреть Дать свою оценку И дать свое мнение Это, наверное, важно Потому что вот... Плохо, когда люди говорят Да это плохо Почему? Да вон говорят Кто-то сказал, наверное Кто-то сказал, ну ты иди посмотри Или... Подумай, там, не знаю Есть уже какие-то вещи, которые мы можем сейчас спокойно досмыслить Прочитав, изучив, спросив кого-то А почему он так делает? Зачем он делает? Да, безусловно, есть абсурдные вещи, которые я сам не приемлю, да Но есть какие-то интеллектуальные какие-то моменты, которые можно просто немножко поработать над собой Поэтому просто приглашаем всех телезрителей в театр? Да, приходите в театр нового опера, в большой театр Там есть очень хорошее... И складывайте свое мнение Да, свое мнение, безусловно Потому что, конечно, есть чисто классические постановки, а есть... Можно как бы сделать чуть-чуть о современе Более того, есть такие постановки, которые еще и связаны с какой-то политической подоплекой Ну, о политике я не сужу, потому что я ничего не понимаю Давайте мы лучше с вами поговорим о чудесах Давайте В нашей программе есть такая традиция, когда гости рассказывают О зримых свидетельствах Божьего промысла в своей жизни Поделитесь с нами, пожалуйста, чудесами Ну, чудеса, они, в принципе, вокруг нас всегда Самое главное чудо – это рождение детей, наверное Это самое главное Но, что касается моего случая, ну, мы... Я думаю, что это была та самая поездка в Латинскую Америку, когда... У нас там был такой момент, когда самолет мог не взлететь Ну, так можно так сказать Мы набрали определенную скорость И... Уже все, как бы, взлетать И... И... Мы резко затормозили И... Потом нас высадили И мы... Десять часов тестировали самолет Потому что нам потом нужно было лететь из Чили в Парагвай И из Парагвая уже в Москву С дозаправкой на Канарских островах, по-моему, я не помню Потому что самолет был не трансатлантический, а... Вот... Чего вы? И у всех... Натерпелись тогда, да? Ну, было, да, очень такая... Не то, что там, не сказать, что нервная обстановка Но было... Во-первых, все устали У нас была там служба И концерты И вот мы перелетели Вот... И тестировали самолет десять часов И... Слава Богу, приземлились Но на следствие... Мы приземлились в Парагвае И... Так как у нас уже задержали самолет Мы приземлялись так, что нам нужно было сразу идти на службу Угу То есть мы в пять утра приземлились, по-моему По местному времени А в семь уже начиналась служба Угу Я не помню... Мы, конечно, все как в тумане вышли Но быстренько там... Привели себя в порядок и пошли на службу Я вот... Наверное, впервые в жизни Вот такую службу... Такая служба была, когда... Ммм... Была идеальная Все было идеально Не знаю, какие-то были моменты, когда... Я впервые в жизни услышал Молит полностью Иксинью А путешествующих Там же есть путешествующие и так далее Перечисления А здесь путешествующих И пошло еще какой-то там подпункт То есть раскрыли вот это вот И... Все... Настолько были духовно единым целым Настолько были все Именно в молитве Конечно, это все случай такой Из разряда жизненных Да, мы все молимся о здравии И спасении Но все равно Важно-то не то Там долетели мы Мы потом долетели вообще Очень... Все было очень хорошо Без единой задоринки То есть самолет летел На облаках, наверное Можно так выразиться Но я к тому, что Чудо было то, что вот Единение такое было Знаете, когда Все Там Делегации, наверное, 50 человек Вот у нас были Единым таким ядром Зерном Когда Вот так вот все Одно друг на друга смотрели И понимали С полу... С полу взгляда Понимаете? Братство такое Такое вот это, наверное А чудо, я говорю Чудо, оно везде Его даже Не надо его искать Оно вокруг То, что мы живем То, что солнце светит Это уже чудо И этим надо жить Тем надо Гордиться То, что мы живы И то, что мы можем Что-то дать людям Будь то искусством Будь то какие-то знания Будь какой-то Свой талант Не важно какой Главное, чтобы давать это все И Принимать вот эту благодать Которая Идет свыше Которая идет В молитве Идет в делах Все-таки важные Какие-то дела делаешь И тогда Чудо, оно будет всегда Везде Алексей, к сожалению У нас остается совсем Мало времени В эти праздничные Пасхальные дни Я хотел бы, чтобы вы Поздравили Телеаудиторию Канал Союз Прошу вас Дорогие зрители Христос Воскресе Пусть в ваших семьях Будет добро Счастье Любовь И помните Самое главное Что Господь всегда с нами И И Аминь Большое спасибо Алексей Мы приготовили для вас Небольшой подарок Спасибо Мы хотим вам подарить Икону Светлого Христового Воскресения Спасибо Господи С частичкой Святой Земли Спасибо Это очень ценный подарок Эта икона охраняет Ваш домашний очаг Мы желаем Крепкого здоровья вам Вашей супруге Вашим детишкам Продолжайте творить Своё доброе дело И храни вас Господь Спасибо Господи Христос Воскресе Воистину Воскресе Вы смотрели еженедельную музыкальную программу «Канон» Я и её ведущий Александр Крузе прощаюсь с вами Увидимся через неделю на телеканале «Союз» Всего вам доброго